Последние события, произошедшие в рамках думских заседаний, это обращение нового заместителя главы администрации ОГО по социальным вопросам Кирилла Говорухина к депутатам и обсуждение вопроса коррупционной составляющей в отношении главы Артемовского городского округа за закрытыми дверями, а также удивительный факт написания противоречивых выводов по одним и тем же темам и под одним и тем же псевдонимом. Привели в студию телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» жителя поселка Бланаш Ильдуса Юнусова, чтобы поделиться своей точкой зрения, в каком же направлении Артемовский городской округ сегодня держит курс в своем развитии и к какому успеху мы идем. Доброе здоровье всем. За короткое время происходит изменение в Артемовском районе. Я начну свое выступление вот с чего. Буквально после декабрьского выступления на митинге Владимир Поткин в газете «Егоршевские вести» дал заключение. Этому человеку нужно лечиться. Лечиться значит лечиться. В январе в месяц этот человек выступает, что да, в главе осталось два года, дайте ему доработать, он изменится. Не проходит и 15 дней третья статья в феврале месяце. Так что же он делает все остальное? Так вот, хочу обратиться. И начал это выступление. Владимир Поткин или кто там еще. Давайте встретимся в «Егоршевских вестях» и обсудим проблему. Что вы видите, как видите. Я почему начал именно с вас? Значит, по тому, как вы себя ведете в средствах массовой информации, не имея свою точку зрения, и мечетесь, как в проруби. Иногда приходило в голову даже, да не может быть и не стоит встречаться. А теперь глубоко захотел, обращаясь к вам. Если вы меня слышите, давайте встретимся. А теперь перейду сегодня по весенней распутице. Депутаты, это к вам. Я обращаю внимание. Вы посмотрите последние сюжеты, которые прошли на «Альтекс.Медиа». Улица Сибирска, Паршенко, Рифонка, все стороны. Да таких улиц на сегодняшний день более сотни. Я уж не говорю про один-два. Почему вы за столько времени молчите? Многие не стали со мной здороваться, когда я их назвал. Как же можно было так принять? Я в шоке был, когда вы приняли бюджет. Почему нельзя было сказать, что да, принимаем на таких, на таких, на таких условиях. У нас все для этого есть в районе. Я ведь не зря намекал и говорил, не просто критикую. Я говорю, что можно делать, пока есть организация, которая может заниматься отсыпкой дорог. Терриконы у нас есть. Вы понимаете, нет? Терриконы. Не нужно десятки миллионов рублей для того, чтобы все это отсыпать и прекрасно отградировать и укатать. И этим нужно было заниматься давным-давно. Почему вы, если поднимаете какую-то тему, только стрельнете, и все, больших движений у вас нету? Я же вам говорил, это наист. Худший дум, созыв, который был на сегодняшний день в Артемском городском округе. Вы пришли решать только свои проблемы. Да вроде бы, да ладно бы и свои проблемы. Почему? Почему нужен какой-нибудь пинок, чтобы что-то повестись здесь? Вы выступаете на сегодняшний день, иногда в думе так красиво, послушно, думаешь, ну, ё-моё, я плохо об этом думаю. Да, оказывается, нет. Я же не зря сказал в начале своего выступления. Я делаю по своим заключениям и на примере смотрю, что сделано, что не сделано. А теперь потихонечку перехожу к самой главной теме. Вот тот нарыв, который уже три месяца муссируется в общественности нашего городского округа, наконец-то вышел наружу. Почему? Почему вы, депутаты, не могли принять до этого решение? Почему вы, Константин Михайлович, громко говорю вам, играете? Или опять вам циркуляр спущен сверху? Не трогать, не шлудить. Но оно вылезло. Всё. Если сегодня зам главы по социальным вопросам выходит на думу, затем даёт интервью в средствах массовой информации, это о чём говорит? То, что у вас, ребята, нет согласия, вот самое главное. Поэтому никогда вы вперёд не пойдёте. Я не зря называл крылатое выражение, которое сегодня в районе номер один. Вот составляющая всего вашего. Вот. А перехожу к депутатскому корпусу. Осталось ещё немного времени. Неужели вы, как говорят, перед последним вздохом что-то полезное до района не сделаете? Мне очень понравилось на сегодняшний день, я не знаю фамилию депутата, тот, кто умно и, самое главное, поверьте, хитро переметнул решение вопроса о коррумпированности главы города на прокурора, на прокурора города умно сделано. Почему раньше? Областной прокурор об этом говорил, департамент, комиссия по коррупции, всё было известно. Но они получали только толику информации, то, что творится в районе, толику. Если бы они получили всю информацию, всё, что творилось за эти годы, поверить и нет. Здесь бы уже Бастрыкин был с батальоном следователей, и всё стало бы на место. Но сегодня у нашего прокурора два пути. Или же он сегодня принимает решение и отправляет в отставку хромую утку, а второй вопрос самый главный – карьера. Да, карьера. Если не принять сегодня решение, значит, да, могу сказать сегодня уже со всей ответственностью, документы уже отправлены во многие высшие органы, потому что так невозможно. У нас что за фемида такая? При входе в любой суд есть фемида, в которой завязаны глаза. А у нас глаза открытые, и мы решаем, кто же на весах. Это что-то каста такая, неприкасаемых. Вот сегодня сущность этого человека, главы города, она и вскрылась. Не оплачивать почти три с лишним года налог на землю. Сумма-то при вашей зарплате смехотворная. Смехотворная. Перехожу дальше. Значит, те документы, которые сегодня отправлены в высшие стоящие органы, в прокуратуру области, в Следственный комитет России, я подчеркиваю, но, надеемся, будет резонанс. Если люди на сегодняшний день разуверятся, вы никогда больше не повернете людей на место. Никогда. Не должно было быть такого. Как? Если глава делает дорогу к себе на улице Осипенко, я сначала думал, Осипенко на 1-2. Пожалуйста. Но на Осипенко-то депутат, который ничего не сделал. А здесь глава города. Закатали, укатали и вложили лярд, хороший денег. Пойдем дальше. Значит, то закрытое заседание Думы, я просто поражаюсь, как можно было удалять средства массовой информации. Вы чего скрываете? Больше трех месяцев район уже гудит. Больше трех месяцев. Это уже известно. Чего вы скрываете? Нет. Потому что поступила снова указка не высовываться, не делать. А я обращаюсь к вам сегодня, правительство области. Неужели вы не понимаете, что люди не те, которые были год-полтора назад. Они прекрасно соображают и видят, что происходит и как происходит. И если сегодня не будет принято, я называю, волевое решение, волевое решение по главе города, вы потеряете полное доверие. Для чего тогда закон? Я понять не могу. Для чего? Для одних он писан, для других не писан. Та ситуация, которая сегодня складывается в нашем районе, ну что могу сказать? Давным-давно надо было. Почему область спустила на тормозах? Почему? Я спрашиваю вопрос. Если бы в свое время дали хорошего пенделя этому подпаску. Наверное ситуация была совсем другая. Почему сегодня воевода с восточного округа? Я просто потерял его в эфире даже. Лицо хочу увидеть. Для чего вы посылаете Араптанова, если за фамилией, если не ошибусь, Араптанова? Для чего? Для поддержки главы. Так вы уже сами прекрасно понимаете, клевец, что на эту хромую утку уже ставить-то бесполезно. Поэтому, скорее всего, вы и не приезжаете. И в ближайшее время, надеюсь, скорее всего, и вашего зама здесь не будет. Скорее всего. В период предстоящего паводка житель поселка Бланаш обратился к вице-губернатору Свердловской области Сергею Бедонько с призывом обратить внимание на проблему поселка, над которым по-прежнему висит угроза подтопления шахтными водами. Обращаюсь к вам, Сергей Юрьевич Бедонько. Вы, наверное, посмотрите этот ролик. Сергей Юрьевич, вы выросший в уральском рабочем городе, знаете труд горняков, по разговорам отца Наразнаете, Бланаш. Я обращался на предыдущих своих выступлениях. Сергей Юрьевич, незамедлительно нужно провести совещание на Бланаши. Я для информации ставлю Бланаш, жители Бланаша, и ставлю вас, Сергей Юрьевич. Десятый месяц пошел. Те деньги, которые были выделены, они покрыты мраком. Когда депутат задал вопрос, а что, где, куда, все, тишина. Это что за чудо-юдо администрация такая? Для чего она работает и куда? Только можно понять. Для себя. Значит, для информации, Сергей Юрьевич, когда было заседание ТОС буквально на прошлой неделе, глава ТОМСа объявила, что два насоса в резерве, а я вам скажу информацию, один, единственный насос в резерве, а три насоса практически выработали свой моторесурс. Я сейчас вам говорил, никто за этим не следит. Решение принимали, что да, будет комиссионное обследование, сделали комиссионное обследование, приняли решение, посоветовали Шуклину удлинить раструбы, пока нету водоотлива. Нету. И это упустили. Посмотрите, 22-й день проходит, не двигается, не идет. Вы что, хотите сжечь насосы? Значит, мы все выступления, я всегда говорю, я знаю, о чем говорю и откуда черпаю. Значит, я не зря, Сергей Юрьевич, обратился к вам. И как мужик мужику, без субординации хочу. Приезжай, Сергей Юрьевич, не откладывай на дальше. Исправлять будет, я не зря говорил, исправлять будет долго. Поэтому вот это открытое обращение, кроме того, что я обратился к прокурору, к вам обращаюсь, не за горами. Не сегодня, завтра вода пойдет, подвалы пойдет, погребные ямы. Весна такая идет, с опережением минимум 18-20 дней. Поэтому надеюсь, Сергей Юрьевич, что ваши подчиненные дадут посмотреть этот видеоролик, и вы в ближайшее время будете на Буллаше. Я подчеркиваю, на Буллаше. Высказал Ильдус Юносов и свою точку зрения по ситуации с Буланашской свалкой. Когда был штаб, Акоглыйский штаб в кабинете главы города, я коротко коснусь об этом, значит, там был задан вопрос общественной палаты, есть забор или нет. Ответ был четкий, есть. Но когда люди сфотографировали, показали в эфире, когда столбы стоят через 8 метров, зачем наводить тень на плетень? Там плетений нету, там сигнальная лента. Когда подали документы в прокуратуру, и прокуратура пишет, никаких нарушений нет. Вот просто диву даюсь, где и как и куда. Или все это пишется под копирку, или пишется только для того, чтобы как можно быстрее снять этот вопрос. Я не зря заикнулся о депутатах. Если уж вы задаете вопрос, доводите до конца его. Доводите. Нельзя, только начал и закончил. Я вам все время говорю, есть буква А и буква Я. Заканчивайте. На сегодняшнем по уровню образованию вы уже все практически с верхним образованием. Умеете составить предложение, написать заявление, а другого и не надо. И вот та опухоль, нарыв, который, его срочно нужно ликвидировать. Срочно. Не надо больше, как писал Поткин, дать полтора года еще главе на луч измени. Не надо. Это все нужно вырезать в полном смысле. То выступление, которое будет в ближайшее время по свалке. Вы увидите много материалов. Мне просто тяжело и больно. Почему столько времени, я еще раз подчеркиваю, столько надзорных органов, все остальное. Не делают никаких шагов. Только отписки. Самое главное все, что сделали. Помойка помойкой. Кировский водозабор загубили навечно. Сейчас скоро его законсервируют. Законсервируют. А дальше. Та территория, которая захламлена. Кто убирать будет? Кто чистить будет? Да, буквально через две недели снег сойдет. И вы увидите картину полностью. Какой ад творится там. Я ведь не зря называл в одном из выступлений, я назвал ее помойкой смерти. А теперь называю ад. Это минимум до километра до Булнаша. Когда прокуратура говорит, два с половиной километра. Посмотрите по карте. Посмотрите. И я ему говорю, что полтора километра. И никак не два с половиной, два и восемь. Я только не могу понять, кто под кого играет и кого защищает. Так получается так. Жители, вы бесправны. А все, кто наделен сегодня властью, творят все, что хотят. Со своей стороны Ильдус Юнусов также выразил поддержку заместителю главы по социальным вопросам Кириллу Говорухину. Понравилось выступление сегодня замглавы по социальным вопросам. Четко, толково. Ну как можно на сегодняшний день человеку, работающему на благо района, просить написать заявление? А я тогда подчеркиваю, как можно было, когда депутат, лидер Единороссов в здании администрации, журналисту Юргашову говорит, ты печень выплюнешь. Кто-то среагировал? Тишина. Как так? Нужен какой-то инцидент, что произошел? Поэтому депутаты ведут себя так, как они считают нужным, не считаясь ни с каким мнением. Но я всегда говорил, говорю, диву даюсь. Это страна закона или беззаконие? Сопереживая за будущее родного поселка и всего Артемовского городского округа, Эльдус Юнусов возлагает большие надежды на приезд представителей областного правительства. Обращаюсь на сегодняшний день. И работники администрации, тот, кто сегодня перераспредел эти деньги, я думаю, что служба вице-губернатора до поездки сюда даст команду выложить на стол, куда ушли деньги. Вот мое требование. Я думаю, и Бедонько тоже самое сделает. Я не зря обратился без субординации к нему, как мужик к мужику. Пора наводить порядок. Наверное, таких территорий депрессивных, я не знаю, может еще есть где-то, чтобы вот так глава города, депутаты относили к своему населению. Вы представляете, четвертый год разбег взял, а мы ничего не делаем. Вот поэтому я и обратился к вице-губернатору. Вице-губернатор обратился. Я с уважением к этому человеку отношусь. Я думаю, что в ближайшее время он посетит и примет кардинальные меры по спасению поселка и, я бы сказал, по наведению порядка. В завершении выступления Ильдус Юнусов высказал свое возмущение беспринципности и алчности руководителя муниципалитета и чиновников администрации АГО, которым совсем не место на занимаемых ими должностях. В истории России не две беды, а третья беда самая страшная. Это русский чиновник. Это те пираньи. Прежде чем что-то сделать, они видят маржу. Сколько они с этого поимеют. Иначе им резона нету. Они приходят сегодня, как на фьючерс торги. И кто же поставит ставку больше? Я по этому начале выступления обратился к депутатам. Время еще есть. Примите решение. Обратитесь к организации, я фамилию пока не называю, которая в ближайшее время. Есть техника, люди есть. Займутся дорогами. Хоть след какой-то депутаты после себя оставите. Это мое предложение вам. Я каждый раз говорю, кроме того, что я критикую, я предлагаю, как из этого выходить. Вот та хозяйственная дезорганизованность, которая в районе сложилась, это вина полностью депутатского корпуса, я подчеркиваю, и лично главы. Всего доброго. До свидания.